здравствуйте дорогие друзья я вернулся из баварии и это значит что с вами снова фирмы peterson и я эдуард петер давайте мы с вами сегодня подведем некоторые итоги и поговорим о будущем то есть это сейчас пойдет чисто информация тем кому не интерес может сразу выключить я тем кто останется со мной расскажу следующее ну во первых какие будут новости но если будут в том что ребята я вам говорил купите найдите сделайте сами вот такое яйцо почему потому что она нам очень пригодится я сейчас расскажу подробно о том для чего второе это то что каким образом сейчас в ближайший месяц полтора будут строиться вообще работа канала об этом я тоже скажу и в конце вам поделюсь своими некоторыми тревогами и опасениями а начнем мы с того вот этого яйца то есть не пришла в голову такая идея что под конец нашего марафона этого пасхального надо сделать что-то такое из ряда вон выходящие и при просмотре старинных открытых скажем так двадцать восьмых тридцать девятых там у тридцатых годов я обратил внимание на то что очень часто во всяком случае в немецкой в немецком фольклоре использовался дом виде яичка для тех же птенцов зайчиков и так далее вот такое яичка и мне пришло в голову что сейчас это не делается я ну скажем так может быть один раз что-то такое видел это это была иллюстрация а так что кто-то делал фотографировал и вот тут у меня родилась идея что почему бы не распределить пасху по профессиям ну представьте себе вот казалось бы глупая идея да но если мы изобразим у меня появился новый персонаж такой милый маленький зайчик теперь он мне нужен будет вот здесь и два пченчика как всегда вот это персонажа и яйцо это будет основным и я подумал о том что ведь можно поздравлять пасха отдельно и допустим ну скажем церковный это праздник почему бы не сделать из яйца такую небольшую церковку допустим поставить сюда ангелочка такого тут звонницу маленькую как-то оформить это дело этого нарядить в пастора а это два прихожанина и все это на зеленом фоне сзади небушка трава и так далее и таких домиков я придумал 10 первые я вам раскрыл то есть я буду делать именно маленькую церковь очку но есть еще не 9 остальных идей которые не расскажу которые будут делать и естественно я вам покажу в конце да и вот тут-то на радость моим друзьям фотографам и стимпанщикам любители что-то поделать руками я вам скажу что основной упор здесь будет сделано мастерство то есть как назвать я даже не знаю как назвать немцы называют называет это бастель ну мы скажем так я буду делать отдельную тему сделаю стимпанкой называться будет тейбл топ то есть такие скульптурки скажем так или даже какие-то подделки где тема будет лицо как домик а уж кто при домике будет это уже решать и мне и вам и я хочу вот это сделать то есть это сейчас пойдет работа в основном руками но в ту же самую тему ту же самую тему на пасху пасхи мы с вами вернемся уже как я сказал 16 вы меня радуете тем что начинаете все-таки более активно ставить в группе своей работы хорошо знать мне будет о чем с вами 16 или 17 числа поговорить это замечательно то есть вот это у меня такая появилась идея мне кажется она новый хорошо забытый старый и это мне кажется может быть даже интересный понимаете по профессиям допустим не жена работает в отеле но представьте если я сделаю это отелем маленький такой отель где вот идут сюда туристы на и тут встречает там но я не знаю называется владелец отеля верт отель верт это же это все такое зелененькая красивенькая с надписями возможно и представьте себе допустим работник отеля получает поздравление с пасха именно на эту тему может себя ассоциировать вот это мне очень интересно попробовать и в то же время это дает возможность мне каким-то образом заняться тем о чем меня давно просят то есть мои стимпанковские друзья начинают постепенно меня постукивать по башке и говорить ну а когда мы и это правда это правда я дело в том что озаботившись этим проектом честно говоря я запустил стимпанковский проект и я так чувствую что чтобы не потерять своих друзей еще оттуда то не бы надо этим позаняться поэтому поэтому друзья мои будет теперь так что каждый день я буду ставить из своих запасов фотографических видео вы знаете что простой перенос не получается мне нужно сначала там обрезать кусочка музыки которая не принимает меня гима и опять же это отрендерить поставить поставить новые миниатюрку вот и таким образом это тоже будет занимать время и я начну подтягивать сюда стимпанк все-таки в стимпанке у меня сто восемьдесят видео и жалко что они где-то теперь на задворках лежат поэтому я их буду перетатки так же как предметную фотографию я буду практику я буду подтаскивать и время от времени радовать вас дорогие фотографии может быть если что-то изобрету новое какое-то освещение или еще что-то и тогда мы с вами в этом плане поработаем ну что мы будем снимать вот эти вещи это однозначно тут два варианта то есть одной стороны кто хотел бы своим близким что-то такое подарить это все таки хорошая такая будет подарочек такой я думаю что даже яйцо можно сделать полым и там можно как шкатулка хранить что-либо то есть это довольно интересно а для фотографов это будет более менее интересно фотографировать наверное я не знаю посмотрим итак с этим я закончил и сказал о том как будет у нас происходить теперь дальше движение это будет скорее всего именно до пасхи таким образом двигаться потому что я вам еще расскажу о том что я со своими партнерами закончил работу над электронной книгой уже стоит страница и скоро там начнется продажа оттуда то есть это этап закрыт но тут же следует другой они хотят не хотят тоже стимпанк потому что в германии это еще не так развито но интерес вот он интерес вот а тем более что с фимо это не тот стимпанк который нужно иметь целый парк станков вы знаете достаточно иметь стол печку там руки вот и все принципе но само фимо естественно и поэтому мы начинаем сейчас еще немецкий видеоканал где будет только на немецком все это то есть это потянет у меня времени очень много очень много потому что мне придется теперь все делать на немецком там договорились о том чтобы это звучало не так коряво не с таким акцентом жестким как у нас русских есть акцент то они будут мой немецкий переводить на свой материнский язык и накладывать этот звук на мои видео то есть это огромная работа которая тоже требует вот сейчас начинается для любителей фуд фотографии есть хорошая новость я получил заказ вот не успел начать еду фотографировать уже заказа пошли то есть мы с вами будем фотографировать я не знаю как это по-русски называют они немцы здесь называют шейк может быть по-русски такое название то есть это смесь из различных фруктов до фирма которая выпускает замороженные фрукты обратилась и я буду это фотографировать буду закупать эти продукты эти фрукты и так далее свежие и их не мороженое все это я буду смешивать делать композиции фотографировать я думаю это будет очень интересно тем более я обговорил с ними что я буду это вам показывать так немножко пожариться сказали ну ладно но только на русском рынке я бы хорошо то есть я аваса фотографа их и любителях значит фуда тоже не забыл мы это будем с вами делать я думаю что это хорошая новость и последнее чем бы я хотел с вами поделиться сегодня это тем что происходят интересные вещи на канале я уехал на три дня то есть три дня я ничего не поставил и канал нырнул он ушел вниз можете себе представить и я заметил тенденцию чем больше я выкладываю видео чем чаще их выкладываю чем они на мой взгляд интереснее тем меньше интерес тем меньше просмотров тем меньше комментариев и у меня идет не только просмотры вниз не идет заработок вниз на настоящий момент за три месяца мы с вами заработали 20 долларов вот дни 25 но связи с тем что а вот это канал ушел у меня и вот эти 25 упали до 19 как-то там так рассчитывают интересно но дело даже не в этом дело в том что я никогда не виню своих слушателей а вы такие сики я вам тут самое лучшее я тут для вас я тут бесплатно и тогда я никогда этого не говорю вы знаете и я всегда спрашиваю себя что ты не так делаешь то есть в чем причина это причина явно не в том что я допустим не каждый день выставляю я знаю блогеров которые выставляют один раз неделю имеет 2 миллиона подписчиков и 2 миллиона просмотров под видео то есть на этом не может быть что чистота да как говорят блогеры это надо делать постоянно да но я делаю это постоянно это надо делать новое я делаю это новое потому что то что я делаю допустим концепт концепт вот этого нашей фотофотографии когда я и повар из стилист и фотограф и дегустатор ну такого практически нет и многие из вас говорят что контент вот этого нашего канала он оригинален что такого нигде нет еще в таком объеме в такой полный ты поэтому тут не может быть лежать а проблему проблемка может лежать в том что я думаю что может быть я делаю что-то не так я делаю что-то не то и как бы я делаю то что не совсем отвечает интересам и требованиям хотя я перепробовал на мой взгляд тоже очень много то есть я показал вам бюджетные варианты я вам показал как можно с малыми средствами работать я вам показал как можно с маленькими вспышками работать я вам показал как можно работать вообще с дневным светом и с этими с лиминесцентными этими лампами и так далее то есть выбор как бы рассчитан на очень большую аудиторию сейчас да сейчас я снимаю с моими большими вспышками но я всегда об этом говорю что это в общем то не важно я могу снять я не знаю с настольной лампы или с фонариком вот кстати с фонариком мы тоже фотографии если кто-то помнит поэтому ну я догадываюсь что тут может быть моя малая активность в блогах там к различных форумах мне вообще никакой нет активности я никуда не хожу потому что ну не хорошо относятся к людям которые на форумах забегают эти а давайте ребята все ко мне туда-сюда единственное я недавно поставил на форуме столько восковых фотографий у сергея ник заставкин с его согласия поставил там сейчас фото фотографии фотографию возможно схожу еще на фото монстр попова я когда-то с ними уже работал сосрудничал возможно нам надо это но я думаю даже не это я думаю даже не это если вы не спрашиваете спросите а что то я скажу не знаю ребят я не знаю понимаете смыслом было бы возможно провести ну такой скажем так опрос наверно то есть вебинар какой-то вебинар где бы мы смогли на эту тему поговорить в чем может быть причина потому что я обращаюсь к вам как своим друзьям я вас то ни в чем не упрекаю это здесь в этом меня всегда поддерживаете почему снижается количество посещений почему снижается количество просмотров почему снижается количество комментариев вот тут можно было бы вместе и подумать и поэтому я вас попрошу в конце этого видео сейчас что пожалуйста или же вы можете написать прямо в свои мысли вот под этим видео в чем дело как мне помочь потому что вы понимаете что количество просмотров количество комментариев количество абонентов влияет на мотивацию чем их больше тем больше мотивации и когда это снижается мотивация тоже снижается вот но пока еще не в этой фазе это пока я еще не в этой фазе поэтому давайте мы с вами сделаем так если у вас сразу есть мысли по этому поводу то можете их озвучить если сразу нет то скажите мне возможный вебинар нам бы всем помог как бы определиться по темам может быть будущем поэтому но понимаете тут тоже есть своя опасность что во время вебинара мне могут начать говорить что а давайте мы снимем роликса и все прибегут ребята мне нет роликса мне фирма роликса у меня не заказывает понимаете я вам снимал давал возможность снять часы тремя способами но там не было роликса или кто-то скажет а давайте вот настоящий изумруды снимает настоящие бриллианты снимать колье там за 250 тысяч вот как его снять скажи я не знаю мне не было колье за 25 250 тысяч у меня было колье за 12 тысяч да это было его фотографировал но таких понимаете вычурных таких нет и вы знаете что я ограничен стенами студии то есть я не пойду за на пределы студии даже если вы мне скажете а вот нам надо на берегу речки фотографировать я туда просто не пойду это не мое то есть вот так вот я себе попланировал сегодня это видео оно как бы информационное в основном и в общем то в этом видео сейчас в конце я вас попрошу вот об этой любезности об этой помощи да ну а я сейчас пойду готовить площадку для вот этих вещей потому что там я думаю что недели две у меня на этот уйдет проект ну вы тоже будете наблюдать кто захочет ну а до тех пор я с вами прощаюсь всего вам доброго друзья хорошего дня пока 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 я